привет друзья я владислав семенченко и сегодня мы проговорим поговорим не про технику инвестирования а больше про психологию инвестирования и это ну такие два неразрывных брата к сожалению или к счастью именно психология давит на рынок заставляет его расти или падать психология инвестора во многом если не почти во всем определяет направление движения рынка и так давайте поговорим сегодня психологии а именно о том страхе которые возникают у нас когда нам кажется что весь мир уже закупил bitcoin закупил теслу закупил тысячи процентов выросшие акции amazon заработал на этом кучу денег а мы стояли в стороне ну и бог с ним с этим страхом кстати давайте назовем его называется он фомо этот страх и на английском языке звучит как fear of missing out страх остаться неудел да если переводить на русский язык и так бог с ним с этим страхом fear of missing out да если бы не была вторая проблема именно этот страх заставляет нас толкает нас покупать уже изрядно подорожавшие активы используя советы друзей интернета или еженедельных журналов и что мы по итогу покупаем подорожавшие активы пытаясь запрыгнуть в последний вагон а на самом деле до поезд уже ушел и поэтому мое видео сегодня называется как не покупать дорогие активы давайте сегодня поговорим и это мой личный опыт потому что я тоже переезжал fear of missing out он встречается не только начинающему инвестору но и достаточно опытному инвестору который смотрит на графики и видит как растет не купленные им активы или проданные вчера активы да как они продолжают расти давайте поговорим где нам найти поддержку чтобы не поддаться fear of missing out не покупать изрядно подорожавшие активы а покупать классные по классной цене активы в свой инвестиционный портфель первый совет по логике должен быть какой-то заумный но мой первый совет будет самый простой я лично нашел в нем выход для себя и этот выход в знании о существовании такого симптома когда ты остаешься один на один со своим страхом когда тебе кажется что весь мир и в теме и в доле а ты не удел знай это фома и тебе уже будет легче первое знание самого синдрома второе второе что нам поможет не поддаться и не покупать подорожавшие активы это понимание своей инвестиционной стратегии если ваша стратегия инвестировать как советует друг или журнал милости просим покупайте да и не важно чем вы руководствуетесь но если ваша инвестиционная стратегия это длительное накопление то вы понимаете что настоящий инвестиционный результат вам даст классные активы классные компании для этого посмотрите любые из моих видео по и тех афов кстати в конце этого видео я вам развещу свои инвестиционные идеи исходя из той стратегия которую я вам говорю на май-апрель 21 года в конце будет ссылка второй шаг чтобы не поддаться фома и не начать покупать все что вам советует интернет это ваша инвестиционная стратегия если говорить обо мне о моих вебинарах и о моих интенсивах наша стратегия крайне проста мы инвестируем длинную минимум 5 10 15 лет в нашем профиле зависимости от вашего риск профиля будут обязательно акции и облигации обязательно фонды недвижимости которые нам дают дивиденды и тоже растут цене для желающих там можно найти золото все это мы инвестируем через индексные фонды которые позволяют нам отбирать заведомо классные и самонастраивающиеся инвестиции индексный фонд он четко ориентирован на индекс индекс это всегда лучший показатель лучших компаний по отрасли мы как всегда добрались до середины видео дальше будет не менее интересно оставайтесь с нами а сейчас предлагаю подписаться на канал и нажать колокольчик для того чтобы всегда оставаться в теме стратегии ваших будущих инвестиций поехали третья опора чтобы не попасться на фома не думайте о прошлом думайте о будущем если кто-то и заработал миллионы на биткоине он уже их заработал что плакать о вчерашнем дне любой аналитик вам скажет что успехи прошлого периода не гарантируют таких же успехов в будущем возьмите это на вооружение это поможет вам успокоиться четвертая опора чтобы не попасться на фома это принцип купил и забыл она особенно логично ложится в предыдущие наши пункты у вас есть стратегия вы смотрите в будущее купили и забыли настоятельно вам рекомендую научиться не проверять котировки каждый день и даже каждую неделю если вы купили классный тф с классными компаниями на классный сектор то зачем вам беспокоиться реальный классный результат вы получите через три пять семь десять лет купите и забудьте пятый пункт на который мы с вами можем опираться я знаю что инвестировать по стратегии согласно выбранного плана через скучные растущие фонды индексов это скучно хочется чего-нибудь веселенького хочется каких-то модных имен ну в конце концов хочется прийти в бар и сказать что у тебя есть один-два биткоина или наконец-то ты купил акции компании тесла кстати они сейчас подешевели можете прикупить для таких экспериментов я предлагаю использовать определенную часть своего портфеля примеру пять или десять процентов не больше покупайте интересные имена инвестируйте самое главное самое интересное простите за невольный каламбур что когда вы начнете инвестировать по стратегии сама стратегия начнет подкидывать вам инвестиционные идеи я обещал в конце этого видео вам ссылку на лучшие инвестиционные идеи мая-апреля 21 года вот именно в этом видео вы увидите как инвестируя в ленивые фонды длительно у нас появляется окна возможностей для примера возьмем акции китайских компаний которые всегда находится место в нашем инвестиционном портфеле что соответствует нашей инвестиционной стратегии помните пункт номер два инвестируйте всегда согласно стратегии и так сегодня акции китайских компаний изрядно подешевели а что это значит у вас появилась возможность дополнительно поэкспериментировать купить чего-нибудь яркое да и при этом оставаться в стратегии и еще маленький бонус вам мои размышления на тему покупки какого-то инвестиционного инструмента на хайпе я не хочу сказать что со мной такого не случалось я иногда тоже что-то покупаю для эксперимента и на хайпе что это значит для меня это значит без стратегии для меня это значит что я бы этот актив не купил бы да на длительно на 3-5 лет я его покупаю потому что рекомендует интернет я не разбирался в нем можно сказать он мне не нравится просто купил потому что есть такой инвестиционный совет теперь смотрите в какую ловушку я попадаю предположим этот актив подрастает на 10-15 процентов но так как я не в теме а только в доле пока да то я не понимаю насколько он способен вырасти насколько хайповая история к примеру с электроавтомобилями в которых я ничего не понимаю подросший чуть-чуть подросший актив постоянно вызывает у меня мандраж и желание зафиксировать прибыль я не понимаю насколько перспективная тема я не понимаю можно ли ее держать в своем портфеле год три пять десять или оставить на пенсию через 30 лет и поэтому что я как правило быстро фиксирую прибыль такая покупка дает минутную радость но не формирует опыта не формирует знания не добавляет настоящей стратегии мясо в наш инвестиционный портфель давайте подведем небольшой итог теперь вы знаете как называется то чувство когда все кругом рассказывают о том что можно заработать миллионы на биткоине а вы еще его не купили теперь вы знаете что лучше придерживаться стратегии и думать о будущем конечно же купив классный актив лучше купить его по схеме уоррена баффета купил и забыл кстати уоррен баффет всегда говорит я продаю свои активы никогда ну а если кому-то совсем скучно возьмите 3 5 10 это уже рискованно процентов своего портфеля и побалуйтесь с биткоином или с акциями компании тесла и я всегда люблю добавлять миллионы на биткоине заработал только тот парень который забыл пароль от своего электронного кошелька а